Тысячи километров. Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Сватово. За три дня губернатор Алексей Русских вместе с представителями политических сил региона проехали по всей линии фронта. Заехали в семь подразделений, где дислоцируются ульяновские бойцы. Кроме крупных населенных пунктов заезжали и в села и деревни. Наше сегодняшнее поездка сюда мы решили постараться посетить все подразделения ульяновских. Со мной изъявили желание поехать лидер Единой России Ульяновской области Камейко Владимирович, лидер коммунистической партии Кузин Виталий Иванович, Виталий Николаевич Горячев, ЛДПР. Вот мы все вместе, одной единой семьей здесь работаем, общаемся с нашими бойцами. Все видят, что все наше общество в области консолидировано. Как живут, что едят, где спят, всего ли хватает. Интересовали гостей все детали. Быт у бойцов налажен, да и просить особо нечего. В каждом подразделении мужчины подтверждают, всем обеспечены, всего хватает. Гуманитарная помощь приезжает почти каждую неделю. Особая потребность в спецсредствах. По словам губернатора, связь поддерживается с каждым командиром. Поэтому каждая заявка мгновенно обрабатывается, закупаются необходимые вещи и отправляются на СВО. Практически каждый житель Львяновской области оказывает самое посильное участие и в поддержке наших мобилизованных бойцов. Оказывают поддержку семьям мобилизованных, в первую очередь семьям с детьми, где они несовершеннолетние. Конечно, крупные предприятия, в первую очередь военно-промышленного комплекса. Ведется постоянно сбор средств. Очень много сельхозпроизводителей, фермеров постоянно собирают гуманитарные грузы, отправляют. Фонд «Дарит добро» у нас работает. Но больше всего греет душу письма открытки с малой родины. Слова поддержки пишут бойцам и взрослые, и детям. От этого моральный дух только выше. Бойцы признаются, главное для них надежный и крепкий тыл, чтобы в семьях был порядок, а родные ни в чем не нуждались. За этим следят работники соцзащиты, оказывая всю необходимую помощь. Везде боевой дух на очень высоком уровне. И самое интересное, что чем ближе к точке кипения, дух вышиб. Поэтому есть уверенность в том, что все будет хорошо, все будет здорово, и победа будет за нами. Заехали и к ульяновским строителям. Ульяновцы сейчас восстанавливают два микрорайона в Мариуполе. К примеру, на данный момент рабочие демонтируют одно из разрушенных зданий. Параллельно идет восстановление школы на 1500 мест и детского сада на 250 мест. Губернатор поручил сдать объекты до 1 мая. Ну и впечатляет, безусловно, многоквартирные дома, которые достаточно жестко пострадали. Мы знаем, что батальоны ВСУ использовали мирных жителей в качестве живого щита. И это все очень сильно как раз отразилось на самом городе. Но я думаю, что благодаря работе и губернатора области Алексея Юрьевича Русских, всем строителям, которые сюда были привезены, я думаю, что эта картина изменится. Город Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, конечно, пострадавшие города от обстрелов, от бомбежек. И, соответственно, двоякое, как я говорю, впечатление. С одной стороны, очень мощное разрушение, с другой стороны, города оживают. Мы разговариваем с местными жителями, что люди возвращаются, открываются супермаркеты. Ульяновские строители трудятся и в других населенных пунктах. Уже сданы несколько многоквартирных домов. Все работы должны завершиться в срок.